Венесуэле в ходе антиправительственных протестов погибли не менее 40 человек. Об этом сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. «В это число входят 26 человек, которые предположительно были застрелены силами безопасности или членами проправительственных вооружённых групп. Это произошло в ходе демонстрации с 22 по 25 января». Также пятерых человек предположительно застрелили правоохранителей во время незаконных обысков в бедных кварталах. Такие рейды обычно проходят там, где были протесты. Ещё 11 человек были убиты во время грабежей, сопровождавших демонстрации. Кроме того, по данным ООН, за несколько дней власти задержали более 850 человек, в их числе 77 детей, некоторым из которых по 12 лет. При этом только 23 января, в день самого массового протеста, под стражу поместили 696 человек. «Это самое большое за последние 20 лет число задержаний, зарегистрированных за один день». Новую волну протестов в Венесуэле вызвала инаугурация социалиста Николаса Мадуро, который 10 января вступил во второй срок президентства. Оппозиция считает выборы нелегитимными, поскольку в них не участвовали оппозиционные кандидаты. 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайда принял символическую присягу как временный исполняющий обязанности президента страны. Он пообещал избавить Венесуэлу от узурпации власти и провести свободные выборы. Гуайда официально поддержали США, Канада и многие страны Латинской Америки. Лидеры южных стран Европы собрались на Кипре, чтобы обсудить такие вопросы, как миграция, безопасность, энергетическая кооперация и Brexit. В саммите приняли участие премьер-министр Португалии, Мальты, Греции, Италии, а также президент Франции. Испания отправила своего министра иностранных дел. Возглавлял обсуждение президент Республики Кипр Никас Анастасиадис. Проблема миграции стала одной из самых важных тем встреч. Европа переживает миграционный кризис с 2015 года на фоне военных конфликтов в Ливии и Сирии. Более миллиона человек из Африки и из Ближнего Востока попытались бежать в ЕС, через Турцию или по морю. Некоторые европейские страны отказываются принимать мигрантов, другие пытаются справиться с наплывом людей и переполненными центрами содержания. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что некоторые страны предложили помощь, чтобы решить проблему с очередным судном с мигрантами. У берегов Сицилии на якоре стоит спасательное судно Sea Watch 3, которым управляет немецкая гуманитарная организация. На борту 47 мигрантов, которых спасли с лодки у берегов Ливии. Италия по-прежнему отказывается принимать мигрантов. Она призывает другие страны разделить с ней это бремя. «Это решающее испытание для Европы. Я много раз говорил, что Европе грозит обвал, поскольку она слишком долго не могла найти общего решения, которое бы отвечало нашим ценностям». Участники встреч также обсудили энергетическую безопасность, добычу природного газа и Брексит. Так, президент Франции отметил, что соглашения о выходе Великобритании из ЕС изменять не будут. Он также сказал, что всем сторонам нужно быть готовыми к худшему. То есть, Брекситу без договора. Лидер Северной Кореи планирует использовать больше угля, чтобы дать толчок экономике. «Угольная индустрия – это главный фронт для развития самодостаточной экономики». Однако сжигание этого ископаемого топлива угрожает здоровью людей, которые уже и так дышат грязным воздухом – одним из самых токсичных в мире. Около половины электроэнергии КНДР получает с семи угольных ТЭС, а также одной мазутной электростанции. Остальное поступает с гидроэлектростанций. При этом большинство жителей страны по-прежнему готовят и обогревают дома также с помощью угля. «Уровень смертности от заболеваний, вызванных плохим воздухом, в КНДР – один из самых высоких в мире – 238 человек на 100 тысяч. Это в 10 раз больше, чем в Южной Корее, а также больше, чем в Китае и Индии». «У Северной Кореи нет необходимой системы фильтрации. Выбросы СО2, а также сернистого газа и оксидов азота резко возрастут. Воздух станет ещё грязнее». Впрочем, большинство северокорейцев вряд ли откажутся от угля. В стране, где царит голод, мало кто задумывается о качестве воздуха. «Мы не умрём на месте, если будем дышать пылью. Но мы умрём, если не будем есть. С самого утра мы должны думать, сколько риса осталось в бочке и сколько дров у нас есть». Между тем, южнокорейцы, согласно опросам, больше боятся северокорейского воздуха, чем бомб. В связи с этим в прошлом году лидеры двух Корей пообещали восстановить вырубленные леса КНДР. Согласно исследованиям, около 20% загрязнителей воздуха попадают в Южную Корею с севера. Жители бразильского города Брумадинию пришли на вечер памяти со свечами. Трагедия здесь произошла в пятницу. Обрушилась плотина, сдерживающая отходы на местном руднике. Обнаружены тела 84 погибших. И ещё 276 человек числятся пропавшими без вести. По словам спасателей, все они, скорее всего, тоже погибли. «В моей семье никто не погиб, но я скорблю, потому что город Брумадиния – одна семья. Все друг друга знают, все едины. Даже если не знаешь, кого ты из погибших лично, то всё равно ты когда-то видел его, проходил мимо него на улице, ехал с ним в автобусе, был в одном супермаркете в церкви. Эта акция показывает наше единство и нашу силу». Тем временем в городе начали хоронить погибших. Могильщики работают неустанно, чтобы успеть. Небольшой городок был не готов к такому большому числу жертв. «Тётя моего сына Эдмара погибла. Даир пропал без вести. Тела у муж женщины позади меня, скорее всего, тоже мёртв. Он проработал в компании 40 лет. Десять лет назад вернулся на работу, и вот теперь он в гробу. Полгорода вернулись домой в гробах. Почему? Всё из-за чьей-то жадности». Хлынувший поток отходов металлургической промышленности обрушился на административные здания компании «Вали», оператора рудника, а также на жилые дома, которые находились ниже в городе. Он был шириной в 150 метров и растянулся на несколько километров. Поисковые работы продолжаются и могут занять несколько недель. «Зачем было строить административные здания под дамбой? Это убийство. Они просто похоронили моего племянника заживо. Мой зять и бесчисленные коллеги пропали без вести. Сколько детей остались сиротами, сколько сыновей, отцов, друзей, соседей мы потеряли. А они просто приходят и говорят, что это был несчастный случай. Несчастный случай – это когда цунами». Представитель Вали, крупнейшего в мире производителя железной руды, говорит, что компания делает всё возможное, чтобы помочь. Она предлагает компенсации родственникам погибших и дополнительные налоговые платежи местным властям. Также она планирует поставить на местную реку специальную мембрану, чтобы очистить водоём от грязи, и обещает крупные инвестиции, чтобы сделать свои плотины более безопасными. Между тем, местные власти распорядились, чтобы работа на руднике была остановлена. Они будут пересматривать лицензии. Причина обрушения дамбы пока не ясна. Недавние проверки, которые проводила немецкая фирма, не выявили никаких нарушений. Пациенты этой необычной клиники начинают свой день с йоги. Здесь вам не предложат медикаментозного лечения. Наоборот, тут хотят помочь избавиться от зависимости к определённым лекарствам. Для этого используют альтернативные методы. Так, массаж горячими камнями, как считается, может избавить от боли, расслабить мышцы и улучшить кровообращение. Грязевые процедуры прописывают тем, у кого проблемы с кожей. Также есть сауны на одного человека и паровые залы для детоксикации. Этот центр работает в индийском городе Бангалор. «Человек – это очень динамичное живое существо, у которого есть сознание, тело и дух. И все три составляющие играют огромную роль и в поддержании здоровья, и в процессе выздоровления. Когда просто рассматриваешь органы, то видишь только их физическое проявление. А когда рассматриваешь организм в целом, то применяешь комплексный подход. Все древние науки, такие как натуротерапия и йога, рассматривают человека в целом». Чтобы излечить болезнь в корне, здесь применяют разные методы. От коллективных молитв до контроля питания. Пациентам дают только растительную еду. На каждый приём пищи отводится не менее 30 минут, поскольку нужно дольше жевать. «Обычно мы съедаем обед за 10-15 минут, потому что спешим на работу или куда-то ещё. То есть, сформировалась привычка есть очень быстро. Но здесь есть нужно не менее 30 минут». «Я принимала таблетки три месяца. Нужно было продолжать делать это и дальше, но изменений не было. Но здесь не зависишь ни от чего. Становишься сам себе врачом». При этом доктора обычной медицины предупреждают. Альтернативные способы лечения помогают скорее для профилактики. «Они не лечат болезни. Для лечения нужна обычная медицина. Альтернативная медицина защищает от болезней. Но если человек уже заболел, нужно срочно начинать лечиться медикаментозно». Впрочем, работники этой клиники настаивают на том, что излечивается тело самостоятельно. Лекарства, врачи и процедуры просто помогают этому процессу. Еврокомиссия пришла к выводу, что соевые бобы из США подходят для переработки их биотоплива. Она подтвердила возможность их использования до 1 июля 2021 года. При этом отмечается, что если качество продукции и дальше будет соответствовать экологическим критериям ЕС, то срок продлят на период с 2021 по 2030 год. «Комиссия сегодня решила, что американская схема экологических стандартов для соевых бобов соответствует европейским экологическим стандартам для сельхозпродукции, которую используют как биотопливо. Это означает, что с сегодняшнего дня американским соевым бобам будет легче попасть на рынок ЕС». Президент США Дональд Трамп в июле прошлого года согласился не облагать пошлинами импортные автомобили, поступающие из ЕС. Такое решение он принял после переговоров с председателем Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером. Стороны решили развивать беспошлинную торговлю неавтомобильными промышленными товарами. Кроме того, ЕС согласился увеличить импорт американской сои и жиженного природного газа. Между тем, Европейский суд продолжает рассматривать соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой. Он должен вынести решение по жалобам критиков договора. Они утверждают, что соглашение выгодно только крупному бизнесу и транснациональным корпорациям. Они также критикуют механизм регулирования разногласий между государством и инвесторами. Недавно старший советник суда и генеральный прокурор Ив Ботт сказал, что положения соглашения отвечают европейскому законодательству. Это говорит о том, что суд, скорее всего, вынесет вердикт в пользу договора. Решения должны объявить в ближайшие четыре месяца. Европарламент одобрил всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение в феврале 2017 года. Большинство положений уже применяются на временной основе. Однако все пункты ещё должны ратифицировать национальные правительства. Французский человек-паук Ален Робер совершил очередное восхождение. На этот раз он решил покорить 47-этажный небоскрёб в Маниле. Страховки на нём нет. А внизу собрались десятки зрителей. «Я проезжал мимо и увидел, что все смотрят вверх. Сначала я ничего не заметил, но потом увидел, что кто-то поднимается по зданию. Я очень удивился. Не знаю, ищет ли он смерти, но это заставляет поволноваться». «Я была потрясена, увидев его. Обычные люди такие трюки не проделывают. Когда я узнала, что это его привычное занятие, то удивилась, что не надевает страховку». За плечами у Робера десятки восхождений. Большинство совершают без страховки. Он уже покорил Empire State Building, Эйфелеву башню и 800-метровый бурдж-халифа в Дубае. На этот раз альпинист немного не добрался до самой вершины 200-метрового здания и начал спускаться. Внизу его встречают восторженными криками. Но здесь же отчаянного человека-паука поджидает полиция. Теперь ему, как обычно, придётся объясняться с властями. Вот так выглядело исчезнувшее южноафриканское поселение Квенинг. Ещё 200 лет назад оно существовало на окраине нынешней территории Йоханнесбурга. Археологи восстановили его облик с помощью технологии LIDAR. Прибор позволяет составить трёхмерную картину окружающего пространства, излучая световой импульс. «Он отражается обратно в устройство, и прибор определяет в трёх измерениях точку отражения». Квенинг был процветающим поселением с сотнями домов. Считается, что он пришёл в упадок из-за гражданского конфликта. В наше время на его территории живёт народность Цвана. «Доколониальная история Южной Африки не оставила письменных свидетельств. Поэтому теперь мы заполняем пробелы, используя технологию LIDAR». Теперь археологи надеются узнать больше тайн богатой истории Африки. Редактор субтитров А.Сёмкин